В первые апрельские выходные интернет-пользователи ругали то снег, то ураган, то в очередной раз плохие дороги и таких же водителей. В общем, людям было не до шуток. В минувшие выходные, несмотря на 1 апреля, саранским интернет-пользователям было не до смеха. В соцсетях обсуждали не по весеннему снежную погоду и как результат автомобильной аварии. Неожиданно выпавший снег хотел всего лишь пошутить, но водители шутку не оценили. И на своих иномарках то целовались с другими авто на перекрестках Саранска, то улетали в кювет на трассах. В воскресенье у жителей Саранска появилось новое развлечение – фотографировать последствия урагана. Хотя снесенная ветром остановка – это еще и последствия работы дорожных служб, которые не закрепили ее как следует. Подписчики паблика советуют в ожидании транспорта держать остановку покрепче. Но мы, наоборот, советуем от таких остановок держаться подальше, чтобы не улететь вместе с ними. А если вы сидели дома и урагана не видели, посмотрите вот этот ролик. Его прислал подписчик группы «Десятого канала», за что ему редакционный лайк. А еще в первоапрельские выходные все снова ругали дороги. Это двор на улице Семашка возле домов номер 11 и 13. Такая же ситуация, говорят в комментариях, и на улице Никула Иркая. Да и вообще в большинстве городских дворов. Зато улица Строительная, мягко сказать, повезло. В аккурат 1 апреля здесь производили ямочный ремонт. А то, что он немного странный, так ведь это замечает автор «Нанотехнологии», когда дорогу ремонтируют наномусором из наномусорной машины. Интернет-пользователи прикол дорожников оценили. У нас, говорят, специально кладут асфальт местами и немного, чтобы всякий оккупант на подступах застрял. Правда, пока в таких ямах были замечены лишь мирные жители и их автомобили. В группе «Доска позора Саранск» продолжают активно обсуждать и осуждать видео, опубликованное в конце прошлой недели. В одном ролике группа подростков набрасывается на спокойно идущего по Саранску человека неславянской внешности. А в другом они еще более жестоко избивают парня, утверждая, что молодой человек педофил, хотя доказательств его преступлений не предоставляют. Как сообщают админы паблика, оба эти видео со страницы автора уже удалены, но владельцы группы решили предать их огласке. За несколько дней видеоролики просмотрели свыше 20 тысяч человек, и все поступки жестоких подростков единогласно осудили. Мы, в свою очередь, тоже ставим им анти-лайк и надеемся, что правоохранительные органы не оставят такой самосуд без внимания. А на сайт информационного агентства «Инфо.РМ» пришла новость из Тенгушева. Местный житель под псевдонимом Маркус Владимировский написал, что в их райцентре с недавних пор стало небезопасно не то что ездить по дорогам, но и ходить по тротуарам. В Тенгушеве появилась опасная автоледи. И если вы вдруг увидите ее серебристую иномарку «Черри Амулет», бегите как можно дальше. Сегодня утром в зоне действия знака «Обгон запрещен» она продемонстрировала участникам дорожного движения навыки экстремального вождения, обогнав движущийся перед ней трактор с тележкой. А затем устроила настоящий дрифт, после чего припарковалась в полисаднике дома, упершись в газовую стойку. И только по счастливой случайности обошлось без жертв. Вот таким несмешным оказалось в этом году начало апреля. Ну а чтобы вы совсем не загрустили, вот вам фотографии красот заснеженного весеннего Саранска. Не правда ли столица Мордовии красива в любую погоду? Хотя, судя по комментариям к новости, все уже заждались настоящей весны и зеленого лета. Давайте ждать их вместе. Присылайте фото и видео, которые заслуживают внимания. Нам всегда интересно то, что интересно вам. Спасибо за просмотр!